Как сказал Высоцкий, правильные книжки нужно читать. Нужные книжки. Но я понимаю, это я ошибся. Русским говорят так, а это другое. Любовь. Правильно. А чем Россия занималась? Посмотрели, когда в конце концов можно им создать какое-то подобие государства? Потому что недолюди, потому что это не люди. У меня большой вопрос, понимаете? Я христианин. Обязательно должен быть Бог, и Он есть. Самое вот мое глубокое. А может быть, мы придумали себе Бог? Если мы... Как могло случиться, что дошли до жизни такое? Не знаю. Не знаю. Он не размышляет, а почему? А я пытаюсь задавать вопросы. Для вас и для меня, может быть, справедливость одна, но найдутся люди, которые будут смеяться. Но правильно ли? И все правильно. Да. Звездное небо над нами. А быть жертвой или умереть в борьбе, это... Подобные вопросы задают, ну, может быть, один процент, а может быть, и того меньше. Ну, не может быть по-другому. Субтитры сделал DimaTorzok Программа «Дегустация личности» Программа «Дегустация личности» Программа «Дегустация личности» Лезет. Где он? Пусть лезет. Давай его сюда. А я здесь. Поднимемся наверх, посмотрим? Зачем? Вы все нарисовали, дерево из дерева. Это решает. Здравствуйте, Игорь Игорьевич. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы пришли. И хочу вам сказать большое спасибо за приглашение на спектакль ваш. Я впервые увидел вас на сцене. Дидье Карен – это известная работа. Она идет в Киеве, в Москве, в Петербурге, во Франции, в Париже. В нескольких театрах знаменитый драматург, французский наш современник, более-менее молодой человек. И для меня было открытием возможность прийти и увидеть вас, потому что когда я готовлюсь, а имею привычку к программам готовиться, я слушаю интервью, читаю интервью. Если что-то есть, смотрю работы. Ну, понятно, что увидеть артиста на сцене, почувствовать его энергию, для меня это было важно, в особенности в преддверии нашего разговора. Благодарю. И я, если вы позволите, хотел бы начать с этого спектакля, но не с контура имен, фамилий, географических мест, где происходят события. А для зрителей я очень коротко скажу два действующих лица. Немец и еврей, очень взрослые, где один был свидетелем смерти своего отца, а еврей в концентрационном лагере, от рук человека, с которым он встречается через много десятилетий после завершения Второй мировой войны, и ищет, ищет сатисфакции, ищет возможность наказать или, или, или. Вот я хотел бы, если вы позволите, во-первых, пригласить зрителей, если у них будет такая возможность, эту работу обязательно непременно посмотреть. Но с вами я хотел бы поговорить вот о чем. Вот здесь поразительная, очень важная вещь. Вещь, когда перед зрителем, как мне показалось, автор ставит много вопросов, когда он как бы хочет спросить, кто виноват больше, кто в большей степени жертва, тот, кто был в Освенциме, на первый взгляд это очевидно, страдал и увидел, как некогда молодой мальчик убил его отца. Или вот этот молодой мальчик, который вырос, стал успешным дирижером, и теперь, построив с чистого листа, может быть, там, покаявшись свою новую карьеру, встречает человека, который разрушает эту чистую, белую, равственную, правдивую вещь, жизнь. Вот скажите мне, пожалуйста, вот по вашему мнению, это вообще спектакль? О чем? Спектакль. Вот вы меня ставите в такой спектакль, ну, о жизни, жизни, о законах жизни, которые, вот, конфликтность, ведь я с другой стороны зайду, да, нацизм, страшная вещь, фашизм и нацизм, я все-таки разделяю эти два понятия для себя и призываю к тому, что тоже смотреть на это несколько, на разные проявления политических, да, вопросов, исторически сложившихся. В чем разница, скажем, сионизм и нацизм? Это очень трудный вопрос. И тем не менее, жертвы Холокостова, которые становятся сионистами, они становятся на одну ступеньку, на одну ступеньку с нацизмом. Я вижу просто по территории, по ненависти, наверное, проявление ненависти и есть тот жуткий человеческий фактор, который искажает человечность, именно ненависть. Вот, наверное, вот желание убить, желание уничтожить, желание желание и оправдание этого желания, оправдание недочеловечности, не человеки, не дочеловеки и так далее, и так далее, когда эти мысли звучат со стороны сионизма и со стороны нацизма, они становятся одинаковые, хотя, хотя совсем недавно, это у Достоевского есть очень емкая, низкая душа, освободившись, становится еще более агрессивной, но я сейчас немножко путаю, но она становится еще более агрессивной по отношению к людям, вот это вот проявление низкой души, ну, вот, наверное, я не знаю, об этом, и об этом в том числе этот спектакль. То есть вы полагаете или, скажем, вы видите в ряде вопросов, один из которых, вот как вы сейчас говорите, это побуждение, ну, нас, зрителей, подумать о том, что, в общем, явления, которые нас окружают, очень часто напрасно идентифицируют как абсолютное зло или абсолютное добро, я именно это и хочу пытаться сформулировать. Но с другой стороны, с другой стороны, вот мы, если вы помните, мы вчера имели короткую беседу, когда я попытался очень, очень образно, вольно процитировать Михаила Александровича Шолохова, который в Тихом Доне в уста Григория вложил, зачем металась душа в поисках истины, в разрешении противоречий, жизнь оказалась насмешливо, мудро, простой. Теперь он уже думал, что извечно не было в ней, то есть в этой жизни такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и до нельзя озлобленной он думал, у каждого своя правда, у каждого своя борозда. Я смотрел эту работу театральную и думал, вот о чем, с одной стороны, совершенно очевидна трагедия Холокоста, совершенно понятная вещь. Понятно, это не обсуждаемо. Очевидность, это не исторический факт, очевидность, как мне кажется, трагедия Холокоста, зеждется на другой вещи, на невозможности обойти, невозможности скрыться, невозможности убежать, но в смысле, что тебя уничтожают не потому, что в горизонте нравственных каких-то оценок или в горизонте какого-либо права, жесткого или мягкого ты совершаешь преступление по отношению к этому праву. Для тебя смерть неизбежна только лишь по одной причине, потому что ты еврей. Александр, я задавался очень часто вопросом, а почему не было сопротивления, почему вот эта жертвенность, люди с чемоданами шли на смерть, на Голгофу, как на заклание, как на приговоренные и не было ну любой степени сопротивления, такой, какой была, скажем, там... И вы ответ не нашли? Нет, я не нахожу этого. У нас ведь не интервью, я вам уже говорил, я не профессиональный шутболист. Я уже все, я перестал интервьюировать, мы с вами просто разговариваем. Мы с вами разговариваем. Если еще буквально, простите, я перебью, еще буквально две минуты, я пытался быть в рамках и в формате интервью, то сейчас мы просто с вами разговариваем. Да, да, да. Мне кажется, что это вопрос совершенно гениальный по своей одновременно простоте и важности, и важности. Вот вы говорите о сионизме. Но сионизм гениально. Это социальная, и я бы даже сказал, ну, как бы государствостроительная идея. Ну, это превосходство одной нации над другими. Но в действительности же, когда мы с вами, вот это тоже вещь интересная, вы помните и вы знаете, не то, чтобы вы помните, вы заняты в этом спектакле, ваш герой в самом конце он цитирует гимн Германии, который существует сегодня, другой текст. Но первая строчка такая. Да. Первая строчка. Первая строчка такая. Музыка та же. Да, да, первая строчка такая. То есть каждый народ, каждый, любой народ, Россия священная наша держава, Россия великая наша страна и так далее. То есть каждый народ воспринимает себя как исключительное явление в этом мире. И может быть это является энергией. Не сказали. Я бы так не сказал. Почему? Нет. Ну потому что наше устройство России оно совершенно иное. Оно равное среди равных. Здесь нет превосходства одной нации над другими. равна. Поэтому это уже философская идея. Мы остаемся империей. Хотим мы этого и не хотим. мы можем называть себя как угодно. Но мы остаемся по сути империей. Но империя другая. Это не британская империя, которая высасывает из всех, кто под ними все соки, все ресурсы, все. А Российская империя устроена. Вот сейчас я себя ловлю на мысли, что я пытаюсь сказать, что Российская империя лучше, чем Британская. И совершенно нет. Но просто вот такое устройство, да, оно более справедливое, потому что вкладывались в народы, которые подчинялись кто-то военным путем, кто-то самостоятельно, более того, желая вступить в союз империи под подчинением государя-императора, желая этого. но тем не менее вкладывались, строились университеты, строились, создавались языки, которые были мертвые языки. Я, например, не знаю, пусть простят меня белорусы, но я не проехав всю Белоруссию, я не нашел ни одной деревни, где разговаривают на белорусском языке. Белорусском языке. Нет такой. Суржик, да. Если на Украине есть такие, и множество, это до, потому что я родился и вырос на Украине, сознательный возраст перешел. Разговаривают на разных диалектах, можно сказать, украинского языка. Кто-то более к румынскому, кто-то к польскому, кто-то к чисто украинскому языку. есть такой, и нельзя говорить, что такого языка не, как некоторые говорят, он есть, и он, ну, в мелодиях, в песнях, он вообще выражается необыкновенно красиво, просто поэтичный, и очень мелодичный язык, очень красивый, и я его люблю, исполнял очень много произведений на украинском, и знаю, стихи украинских поэтов, это факт. Но вот на белорусском я не встречал ни разу, хотя у меня жена наполовину белорусская, и теща моя белорусская, вот, белорусская, вот. Но создание, вот именно создание, создание создание наций, вас? Игорьевич, это ясно и понятно совершенно, что человек мыслящий имперски, потому что русский человек это человек мыслящий имперски, это факт, потому что Он принадлежит государствообразующему народу. И он никогда не будет мыслить так, как мыслил еврей, живший в Дрездене, который за плечами которого 2000 лет отсутствие государственности, отсутствие какой-либо возможности где-то остаться дольше, чем на 200-300 лет, потому что постоянно происходили исходы из разных частей по целому ряду причин. Мы сейчас не говорим, виноват кто-то в этом был или не виноват. Были для этого какие-то причины, опять же, нравственного вменения или не были? Это факт. Я занимаюсь историей. Погромы ведь были всегда в Европе. Они начались при появлении еврейского народа в Европе. Но почему они были? Почему? Какова природа? Потому что это другие. Это другие. И это так или иначе те люди, на которых, можно сказать, виноваты они. Во всем виноваты они. Что, в принципе, фюрер так и сделал. Весь проигрыш Первой мировой войны, и не только Первой мировой войны, он поставил, кто в этом виноват. Вот он нашел виноватых. Да, ну это, скажем, точно так и есть, но это демонстрация низменных каких-то человеческих. Безусловно. Безусловно. Все-таки финансовые потоки тогда принадлежали в Германии действительно еврейским семьям. И это факт. И много производства принадлежало им. И, конечно, самый простой путь был указать на них, экспроприировать. И, ну, я играл в кино Гитлера. Я очень много прочел литературы. Очень много. Разные. Французская, скажем, биографы его на него с огромной... Я не знаю, это такая ненависть, которая застилает взгляд и которая не дает возможности анализировать. Очень много. И есть вопросы, на которые нет ответа. Вот просто нет ответа. Вот, скажем, за что. Это разные версии. Казалось бы, вот разные версии, каким, за что он получил высшую награду. А Германия за Первую мировую войну. Совершенно разные. Которую единственную он и носил. Он и носил. Он носил знак нацистской партии. И под ним этот железный крест первой степени. Но в 18-м году он ослеп. Он был слепой. Он заикался. И в какой-то момент произошла... Вот версия, что он подписал, как Фауст с Мефистофелем контракт, она единственная, которая объясняет. Я реально, абсолютно объясняет причину. И вообще этот удивительный взлет человека, который и не учился. Образование у него минимальное просто. Человек, который в какой-то... В один момент вот в этом... Как в Мюнхене этот... Где и Ленин писал работы на втором этаже. Я был там. Я несколько раз в пивном баре. Где... На заседании рабочей партии. Да. Когда он выступил первый раз. И вот этот вот ком пошел. Пошло это движение. Это очень интересно. На самом деле мне доставляло удовольствие в этом копаться, в этом разбираться. И это мне, естественно, помогло работать. Я не знаю, насколько это читаемо, но это все равно дает объем колоссальный для... И это очень интересно. Это необыкновенно интересно. Но... Я... Да-да. Мы можем возвращаться к нашему первому вопросу, потому что это... Вот действительно человеческая правда с одной стороны и с другой стороны. Мог, не мог. Под воздействием отца. Могуя, сила отца, которая влияние отца на любовь отца и к отцу. Все это в моем персонаже я имею в виду. И та вина, которая на нем, эта кровь, которая каждый день стучит в его висках, пролитая. И сам вопрос, почему я это сделал, не находя ответа на этот вопрос, почему я это... Оправдывая, что я не мог сопротивляться воле отца, это не ответ, я все равно мог не делать этого. Это все... Это тот самый внутренний конфликт, который... И составляет его жизнь. Он действительно создает вот этот мир, который в музыке, в ней он находит освобождение, в ней он находит... Ну, как можно в Бетховене или в Моцарте не найти свободу. Именно свободу, вот как... Свобода как мгновение, как счастье. Вот в этом ты... И персонаж, который... Играет Володя Стекловка, когда он говорит, если ты хочешь узнать, где живет Моцарт, то есть где живет Бог, слушай Моцарт. Да, но мне очень трудно не то, чтобы даже согласиться, а представить, что я бы мог сионизм при всем несовершенстве этого представления о мироустройстве и, скажем, фашизма. Почему? Потому что... Но все-таки фашизм допускает вот этот образ фашизма, когда тростник связан вместе, что мы все вместе для достижения цели, для восхождения, для... восхождения государства и так далее. То есть это все-таки вместе. Там, насколько я могу ошибаться... Но вы же прекрасно знаете это изречение Достоевского, которое такое хрестоматийное. Если Бога нет, то все можно. Когда я отрицаю существование Бога, то, значит, роль личности отдельно вообще не имеет никакого значения. Это просто вот пустота. Поэтому я могу легко уничтожить народы. И это... Вот извините, Александр. Я... Все-таки разница между, скажем, фашизмом итальянским и фашизмом, если мы говорим... Немецким. То есть уничтожение евреев в Италии не происходило. Все-таки это католическая страна. И Папа Римский все-таки был Папой Римским. Оставался. То есть там как раз уничтожение религии, как в Германии, не происходило. Да, конечно. А с другой стороны, вот то, что произошло в Испании, если бы республиканцы не уничтожали католическую церковь, наверное, результат был бы совсем другой. То есть вот это вот противодействие кровавому уничтожению католицизма, когда священников уничтожали, наверное, повлияло... Вот это мои мысли. Повлияло принципиально по отношению народа к республиканцам. Почему они в результате и проиграли? Ну вот, скажем, мы начали со спектакля, где мы говорим о немецком фашизме и нацизме. А там все есть. Да, о немецком фашизме и о немецком нацизме. И я вот хотел понять для себя. Вот для меня, для меня лично, персонально, ну, более-менее все понятно. Потому что когда нет Бога и все возможно, то можно слушать Моцарта и убивать людей, и смотреть, как они входят в... И нет в этом ничего парадоксального, ничего противоречащего. Потому что я принимаю, ну, вот такой, да, как бы не то чтобы даже правила игры, а такие нравственные, ну, ценности, что ли. Ну, потому что недолюди, потому что это не люди. Люди — это те, кто слушают Моцарта, и те, которые решают вопрос, как поступить с недолюдьми. И когда сейчас в Израиле палестинцев называют недолюди, а я с этим сталкивался, я много раз был в Израиле, я люблю очень эту страну, в Иерусалиме я был просто... Очень люблю старый город. Я обыкновенно люблю просто эту святыню для меня. Вот там я очень комфортно себя ощущаю. Вот. И недолюди — это те же слова. Те же слова, тот же пафос. Абсолютно. Да, но вот немцы... Понятно, что то, что делали немцы, как мне кажется, это абсолютная эмоция. То есть под глубиной... То есть это не мнение, это эмоция. Потому что когда есть мнение, его можно обсуждать, его можно критиковать. А когда есть эмоция, ее невозможно обсуждать, ее можно оценить. Но обсуждать с точки зрения осмысления какого-то научного, правового невозможно. Не брали и уничтожали не только евреев, конечно. Полагают, что это только эмоция? А генерально только эмоция. Потому что в том, что лежало под, нет, нет, это же не теория, это же фантазия. То есть, вот, скажем, представление о эволюции, о избранности. Никакой научной основы нет, это же псевдонаучные вещи. Ну, почему же? Искали ее, искали, находили. То есть, это были фейки, но... Ну, правильно, это же псевдонаучная основа. Это должен быть череп вот таким и только таким, давайте его... А глаза должны быть голубые, хотя это уже... И это неправда, но хорошо, это эмоция. Но то же самое, что Богом избранный народ, который выше всех других народов. Вот я и хотел бы понять, потому что, когда я смотрел этот спектакль, для меня показалось важным понять, а вот действие этого пожилого или взрослого еврея, это поиск чего? Справедливость и воздаяние. То есть, это воздаяние и свершится справедливость. Но, когда человек не имеет права, он имеет право на месть? Вот этот вопрос... Это важный вопрос. Очень самый важный, наверное, вопрос. Вот ты кто? Ты функцию Бога усваиваешь. Все правильно, я именно правед. Кто тебе дал право судить, как не суди Гитлер, да? Или, скажем, идеологическая машина. Она же очень просто объяснила. Мы уничтожаем евреев, потому что... И вот ответ есть. И дальше ответ, да. И дальше подробно. Вот вы один из аргументов привели, концентрация финансов, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много вещей, много. Их можно повторить, ну, бесконечно. Сегодняшняя ситуация между Израилем и Палестиной. Мы действуем сейчас так, потому что... Потому что они на нас напали. Потому что они были первыми. Ну, расскажите мне про... Потому что они разбомбили и так далее. А кто Хамас создавал? Правильно. Нетаньях был у истоков этого. А американские аналитики военные, которые говорят, ребята, ну, он же сам эту создал ситуацию. Он сам спровоцировал ее. Ему нужен был повод, чтобы остаться у власти и столкнуть палестинский народ в море. Но не означает ли это, что в мире, где мы живем, и где жили наши родители, и где жили пра-пра-пра-пра-пра наши родители, никогда не было и не предполагается наличие такого понятия, казалось бы, очень важного для нас, как справедливость. Об этом и разговор. Об этом и разговор. Может быть, кто-то придумал понятие справедливости, чтобы нас, так сказать, ввести в заблуждение. Может быть, вообще справедливость – это ложное понятие. Его и нет, и не было, и не будет, и вообще о нем не надо говорить. Потому что для вас и для меня, может быть, справедливость одна, но найдутся люди, которые будут смеяться над нашей с вами справедливостью. Да, да. Но нам трудно, ну мне, по крайней мере, очень трудно рассуждать о том, что справедливо для палестинцев и для израильтян, потому что это их судьба. Нам трудно рассуждать, ну мне в какой-то степени проще, по целому ряду причин, но все же, трудно рассуждать о судьбе Сабины Шпилрейн, которая, да, была расстреляна в Змеевской балке. Это место, если зрители не знают, два самых больших места тотального истребления преимущественно евреев. В Украине это было одно место, а на территории России, российской РСФСР. Это в городе Ростове-на-Дону, потому что на юге России было концентрированное количество, очень много жилой евреев. И за четыре дня, если зрители не знают... А в Беларуси, извините, в Вицепск. Но, тем не менее, здесь 32 тысячи за четыре дня было уничтожено. Преимущественно были дети и так далее. Вот у нее, у Сабины Шпилрей, у нее было какое-то свое понимание справедливости. У меня вопрос простой. Когда в нашей личной судьбе, в личной судьбе случается что-то в личной судьбе, то вопрос справедливости, он не абстрактный, он не теоретический, он не гипотетический, он конкретный. Вот где эта справедливость? И когда мы говорим о том, что Бог есть, получается, что может быть, нам комфортно жить с идеей, что Бог есть. Потому что когда что-то случается, а мы поднимаемся в глаза к небу и говорим, Господи, если ты есть, то это вообще что такое? Человеку струнен, ну, обязательно должен быть Бог, и Он есть. Самое вот мое глубокое. А может быть, мы придумали себе Бог? Нет, если мы... Да, мы придумали. Яйцо придумало... Начиная с деления клетки... Яйцо придумало ковицу. Нет, нет, начиная с деления клетки, это все необъяснимо. Я говорю, у меня друзья, которые занимаются квантовой физикой, которые, чем дальше они туда углубляются, тем больше они верят в Бога, потому что, ну, не может быть по-другому. Это мироустройство, оно создано Богом, потому что по-другому оно не может быть. Ну, нет логики... Игорь Евгеньевич. Возникновение жизни, как таковое, в это замечательное сравнение, когда, говорит, ну, вот детали большого плазмы, для какого угодно телевизора, который вот так подбрасываешь, и в какой-то момент он соединяется в воздухе и становится телевизором. Это вот равносильно тому, что произошло когда-то в возникновении, и так далее, и так далее. То есть это... Я в этом глубоко убежден. Вот то, что сейчас вы сказали. Я не говорю про религию, я говорю о Боге. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Я... Но все же для любого человека, для меня, например, очень трудно говорить о Боге, как о некой абстрактной субстанции, потому что мы так устроены, созданы или получили следствие эволюции. Это вопрос важный, но второй. Но мы такие, какие мы есть. И вот мы такие, какие мы есть, мы не можем жить и даже вместить не можем, и осмыслить не можем. У нас нет таких кондиций нашего мышления, чтобы мы не имели ясного, какого-то контурного представления о том, что Бог есть. Вот есть ядерная физика. Мы же понимаем, на чем построена ядерная физика. Вы только сейчас об этом сказали. Ядерная физика построена на анализе следствий, на анализе проявлений того, что нельзя увидеть. Мы не можем увидеть мельчайшие частицы, но мы можем наблюдать за энергиями, которые являются следствием наличия этих частиц. Мы не можем сказать, есть Бог, мы не можем его увидеть, но мы можем наблюдать за проявлением Бога. И на основании этих проявлений мы создаем свое, как бы сказать, впечатление или свое понимание Бога. Вот я об этом хотел поговорить, потому что, когда я смотрел спектакль, у меня вот здесь, в голове, была одна единственная мысль с одним единственным вопросом. А что такое справедливость? А Бог ли справедлив? И не пришел ли этот старый еврей для того, чтобы отомстить или найти какую-то правду, потому что он отчаялся, потому что он не видел, что я азм возмездия, и я воздам. Он ждал, и никакого возмездия не наступало. Он ждал, чтобы его Бог, в которого он верил, потому что его отец, он говорит об этом, занимался талмудическими правилами, то есть он изучал, что богословие, да, в иудейском понимании того, что есть Бог, но, очевидно, он не увидел этого проявления божественного движения, он не дождался воздаяния, он не дождался мести. То есть молния не ударила? Например? Да, я понимаю. И горящий куст не... Ну, не так примитивно все-таки. Нет, ну, тем не менее. И тем не менее. Не так примитивно. И тем не менее. А человеку важно. Важно, да. Потому что он, понимаете, он же живет свою конкретную жизнь. Вот, свою конкретную жизнь. И когда у него что-то происходит, он спрашивает, Господи, я же проживаю свою конкретную жизнь, но я же должен как-то хоть какое-то объяснение, кроме того, что ты все знаешь и понимаешь, и я должен на тебя полагаться и доверять абсолютно. Ну, какое-то понимание, почему со мной это случилось? Я много таких вопросов, которые задаю, если прихожу к тупиковой ветве, я не нахожу ответов. Очень много. Ну, это вот как вопрос. А имеешь ты право уйти из жизни, приняв такое решение? У меня нет ответа. Нет? У меня нет. У меня нет ответа, потому что я не могу поставить себя на место человека, который изъеден раковой опухолью и не может выдерживать страшных болей. Слава Господу. Слава Господу, что нет. Но я не могу ответить. Я тоже рассуждаю на... Рассуждаю, понимаете, и эмоционально рассуждаю. А что если? А что если в один момент вот мы с вами разговариваем, и я вдруг забываю, как меня зовут и как вас зовут, и становлюсь блаженным? Ну, наверное, не нахожу ответа. Я-то понимаю, что если мы выбираем полчленцев где-то... Я... Своистом, простите меня, пожалуйста. У меня, моего дедушку расстреляли. Та власть, которая была... Который, мы скажем, для зрителей был протоиерем, православным, священнослужителем. Имею я право ненавидеть, мстить и бороться? Кто-то выбирал этот путь, и кто-то шел на сотрудничество с нацистами именно как с вермахтом, который приходил СС, который приходил сюда. И себе задаешь эти вопросы. А сколько ты можешь выдержать, скажем, пытки, чтобы не сдать своих друзей? Где та грань, которая оправдывает твое предательство? Или, по крайней мере, как-то объясняет. Объясняет. Ну, оправдывает. Ну, оправдывает, да. Наверное, оправдывает. Оправдывает, да. Где та грань, когда ты... Твоя воля еще не сломлена, а ты уже на грани этого слома. И что ты себе, говоришь в этот момент? И как это происходит? Вот имеешь ты право мстить власти за то, что произошло? Какое твое отношение? Эти вопросы я задаю себе, я не знаю ответа. Я понимаю сильную сторону, я понимаю слабую сторону. И я понимаю, что, наверное, я слабое звено, которое не может найти. Но эти вопросы, если задаются, уже хорошо. уже хорошо, ведь очень многие не задают себе эти вопросы. Это тоже понятно, потому что большинство, вот если, как мне кажется, я не так давно такой, что ли, для себя сделал вывод, что если взять людей, вот всех, да, то подобные вопросы задают, ну, может быть, один процент, а может быть, и того меньше. Есть только два пути. Первый путь, он самый естественный. Мы принадлежим к какой-то системе, неважно, государственной. Вот мы выбираем, или так случилось, мы живем в России. В России что? Есть система законов. Закон обеспечивает существование государства, это система ограничений, и понятно, мы должны его выполнять. Мы выбираем какую-либо или принадлежим по рождению религиозную, да, принадлежность вот имеем, и это тоже система ограничений. Любая система ограничений облегчает человеку жизнь. Она позволяет ему не тратить время на мышление. Переходить дорогу на пешеходном переходе. Да, он вот делает так, как бы он не размышляет, а почему? А я пытаюсь задавать вопросы, а почему? А почему евреи несправедливы, а арабы справедливы? Есть ли у меня такой уровень? Нет, нет, нет. Например, это как пример, да, или ведь в этом спектакле, почему он, мне кажется, так важен за последние годы не с точки зрения драматургической силы, с точки зрения мелизматических таких вот украшательств, да, может быть, лексических, каких угодно, а вопросов, которые ставятся, или, по крайней мере, какие-то вещи, которые, ну, побуждают задумываться. Вот, как нам жить, если в этом мире нет вообще, вот, для меня, у меня большой вопрос, понимаете, я, я христианин, но у меня возникают вопросы, потому что мне кажется, что вера мертва, если нет вопросов, которые с этой верой борются, потому что только отвечая на эти вопросы, ты можешь веру укреплять, потому что в другом случае эта вера превращается догма, ни во что, догма, совершенно в ноль, который не оживляет твою душу, потому что если у тебя нет вопросов, а есть ли Бог, это смерть, мне так кажется, по крайней мере. Но с другой стороны, все становится проще значительно, когда ты отвечаешь догматически, что да. Но правильно ли? И тебе становится легче. Но правильно для развития? Нет, конечно, но тогда возникает действительно Кант, который начинает об этом рассуждать и который отвечает на пять, пять или сколько, шесть ответов, почему Бог существует. Фома Аквинский. А Кант потом берет эту теорию, кладывает ее в критику чистого разума и с отсылом на Фому Аквинского говорит, почему вещи в сути своей непостижимы, а мы хотим, чтобы Бог был постирен. Все правильно. Да. Звездное небо над нами. Да. Тот, кто перестает мечтать и фантазировать на эту тему. Да, все верно, абсолютно, но ответов нет. Я глубоко убежден, что всякий поиск ответов, он, это путь, который бесконечен. Мы никогда не ответим на эти вопросы. Это еще одно подтверждение того, что нам что-то дано, а что-то не дано. Ну, дерзайте. Мы пытаемся Бога уподобиться. Это и есть та самая гордыня? Вполне возможно. Но вопрос о спектакле, они оба два, оба два замечательно сказал, по-русски совершенно, несчастных человека, которые жертвы, оба жертвы, жертвы, которые совершенно несчастные люди, это вот под молот, это наковальня и молот, на самом деле, они попадают под и один, и второй. И не очень понятно, кто из них молот, а кто из них наковальня. Нет, они оба, они оба попадают под, это и тот, и другой, и тот, и другой, это политические какие-то силы, которые, которые вот личность в истории, которую просто стирает, стирает, уничтожает и заставляет не только там зубной болью мучиться, но и мучиться от того, что происходит с их родителями, с их, и мучиться, и мучиться, и мучиться, и не находить освобождения от этих мучений. Хорошо. Вот у вас есть представление свое у Игоря Евгеньевича Ливанова, ну, какое-то, которым можно было с помощью слов очень коротко поделиться с людьми, для которых вы лично, персонально важны и интересны, потому что нашу программу посмотрят люди, которые не хотят слушать много говорящего Александра Винника, о котором интересно, что скажет Ливанов. Вот для них у вас есть какое-то свое понимание, сформулированное так-то, да, контурами очерченное, понимание, что для вас Бог, это кто? Любовь. Это кто? Любовь. Я бываю ближе всего к Богу по ощущениям, по своим, я эмоциональный человек, когда я испытываю любовь, любовь не физическую естественную, а любовь, любовь, не могу, не буду говорить там, вот к сыну, это, я анализирую это чувство, пытаюсь его анализировать, оно необъяснимо, это, это я есть это чувство, я превращаюсь в единую эмоцию, которая старается оберечь, оградить, сделать его счастливым, и, ну вот, трудно найти слова, но вот, наверное, это и есть. Прощать, научиться прощать труднопрощаемый, я не умею этого делать, иногда я просыпаюсь, говорю, я хочу простить, мне это не дается, остается что-то тут, которое говорит, ну нет, ну ты не в силах этого сделать, я хочу освободиться от нелюбви. Спасибо, я хотел бы вот эту тему подытожить, и перейти к следующей, вы вспомнили Фаусс и Гёте, Жюри, очень люблю это произведение, и вы, конечно, помните одну из самых важных, с моей точки зрения, частей, где доктор Фауст спрашивает о Мефистофеле, ты вообще кто, вы кто? И Мефистофель, я не могу точно процитировать, но по-русски, по-немецки, это так мне нравится, но по-русски это так примерно звучит, я часть той силы, которая вечно желает зла, но совершает добро, благо, добро, и вот по-русски это не очень точно, но не настолько, насколько на языке оригинала. Извините, мой любимый Булгаков это ставит за мастер Маргарите в Эпинге. Да, 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 это самое важное, это говорит о, если хотите, это функция Бога, все, даже то, что является воплощением абсолютного зла, желающая всему зла, в итоге совершает благо, которое не ищет и не хочет, но в итоге совершает благо, и он честно об этом говорит, поэтому, может быть, вот это как бы такое важное, о чем, наверное, стоит тоже думать людям, которые над вопросами, которыми вот в части нашей программы нет ответа, ну нет ответа. Просто думать, просто думать, просто думать, просто чувствовать, потому что думать важно. Думать тоже, да нет, думать не придешь ни к чему, если сердце тебе подсказывает, я думаю, что так, сердце может неправильно подсказывать, но мысль, она ложный путь, она трудно с вами согласиться. Твоя гордыня, твоя тут начинает говорить тебе, о, какие-то тебе посещают тебя мысли, какие-то какие-то производишь на свет мысли интересные, какой-то замечательный, какой-то индивидуальный, какой-то необычный, какой-то богоподобный. Вот это вот в православии это опасная штука. Ну, и тем не менее, у нас есть, если мы говорим о православии, просто о православии, или вообще о классическом христианстве, у нас есть академическое богословие, у нас есть патристика, патрология, у нас есть догматика, у нас есть каноника, то есть есть вещи, которые сформулированы в конкретных текстах. Коридор, коридор, по которому легче идти, потому что если ты начнешь выходить из этого коридора вправо или влево, ты можешь зайти в лабиринт, из которого ты не выйдешь. Вот, правильно, поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны ориентироваться, как мне кажется, это мое личное восприятие, когда мы говорим о том, что мы должны ориентироваться лишь на сердце или в первую, и только единственную на сердце, то вот здесь нас и могут подстерегать, как мне кажется, опасности, поэтому здесь, а ведь Бог не дает нам, если мы говорим о том, что мы созданы Богом, то атовизмов как бы Бог нам не сообщил. Если у нас есть способность мышления, то она тоже для чего-то нам дана. анализа, мышления, рассуждения. Мы вернулись туда, откуда дали наш путь. Я хотел бы поговорить с вами, если вы позволите, о, коротко достаточно, но не вообще о вашем рождении и жизни и становлении в Украине или на Украине, как удобно. Я знаю, что по-русски правильно говорить на Украине, но я себя специально приучил, это, знаете, как простой вопрос. Ты хочешь быть прав или хочешь быть счастлив? Да? Ты хочешь, чтобы ты не раздражал людей. Вы думаете, я не задавался этим вопросом? Почему я говорю в Украине? Ну, почему я начинаю произносить? А как правильно? А на Украине? В русский, да. Как в Польше или на Польше? На Польше не скажешь, а в Украине скажешь. И это взвешивая, пытаясь анализировать, ты понимаешь, что он... Хорошо. На Украине. На Украине. Да. Вот когда вы жили в период на Украине или в Украине, у меня есть несколько коротких вопросов. Да. Вот то, что происходит сегодня, ну, понятно, вот по большому, тема очень сложная, очень многосоставная, очень непростая. И сегодня еще и болезненная. Можно об этом говорить много, с разных сторон, приводить какие-то мнения. Вот, кстати, недавно умер в Украине член-корреспондент Украинской Академии Наук, с моей точки зрения, ну, не просто лучший, а единственный большой историк. Петр Толочка, историк Украины, известнейший историк, который написал такой, ну, грандиозный, монументальный труд истории Украины, где он показал, что русские, украинцы, это вообще один народ, что исторические, исторические, от идеологии, от политкоррект, все. Он, конечно, в последние годы был, спас только возраст, спас только, естественно, его уход из жизни, он был абсолютным изгоем, но он не ушел, он под давлением не отказался, это такой авторит глыбы. Ну, его, конечно, сейчас не читают, не, 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 а, и он, кстати, и он, кстати, его такое мнение, что, почему, он пытается ответить на вопрос, в одной из статей, вот, три года назад, он давал интервью, экономии журналу, и он пытается ответить на вопрос, а почему у украинцев не получилось построить государственность, он говорит, не потому, что они плохие, неспознанные, у них нет опыта государственного строения, государством, образующим народом в империи, был русский народ, русский народ нес ответственность, русский народ понимал, что ему некуда обратиться, он, как остов, как позвоночник, а украинцев, они всегда знали, что они могут облокотиться, они могут не потому, что они не умеют, это просто, ну и естественное следствие Вследствие эволюции, к которой этот народ пришел. Поэтому если тот, кому я облокачивался по каким-то причинам, нам кажется потерявшим силу или нестабильным, ну, мы будем облокачиваться на другое плечо. Вот и все. Сами мы не будем, потому что мы не способны к самостоятельности. Но это другой вопрос. Скажите, вот ваш опыт жизни Украины, вы вот тогда, давно, далеко еще в Советском Союзе, с высоты сегодняшнего опыта, ретроспективно, оборачиваясь, обращаясь, тогда вы видели какие-то признаки того, что сейчас превратилось в то, что превратилось? Или принято сегодня говорить, да нет, нет, в Советском Союзе там все. Это вот сейчас, после того, как Советский Союз прекратился, все это набрало обороты. А может быть, это вообще было всегда? Может быть, были какие-то сдерживающие обстоятельства принялись силы, и когда они были утрачены, то, к чему хотелось прийти украинцам, то, чего они действительно подлинно искали и оценили, вырвалось снаружи. Вот вы, живя в Киеве, в Украине, вы вообще что видели? Киев – это вообще федеральное устройство. Оно совершенно разное. Украина совершенно разная. Я и во Львове был там сразу моментально, ты чувствуешь это. Моментально. В Советском Союзе? В Советском Союзе. Ты спрашиваешь, скажи, простите, пожалуйста, здравствуйте, как пройти к... Туда? Я наразумею российскую мову отцу. Наразумею. Хотя он прекрасно это понимает. Но телевидение, понятно. Нет, это даже нет. В школе его люди учили. В Черновцах, где был военным комендантом мой дядя, куда я приезжал постоянно, где моя бабушка похоронена в Черновцах, и тетя моя похоронена в Черновцах. Там другое, там румынский, там и польский, и румынский. Какое кладбище красивое в Черновцах. Но там в меньшей степени было такое. В меньшей Польше. Да, в меньшей Польше. Больше Румынии, Венгрии. Нет, я имею в виду, что в меньшей степени люди говорили так, как во Львове. Все говорили помягче. По-русски отвечали. Да, по-русски отвечали. По-русски отвечали. Да-да. По-русски. Что такое Одесса? Что такое Николаев? Это абсолютно русские города. Нет, там не было. Я про Одессу, это вообще такой павелон, где разговаривают на разных языках, все друг друга понимают, чувство юмора необыкновенное, ничем не сравнимое. Это звезда на небосклоне, которая имеет название Одесса. И это все города разные. У меня были знакомые огромное количество евреев, с которыми наша семья на улице Малоподвальной. У нас был открыт этот самый центр, это вот Владимирская, Золотые ворота, улица Малоподвальная, две ступеньки, которые выходили на пешеходное пространство, и только занавеска. Дверь была всегда открыта, всегда открыта. Это был международный город, но еще совсем недавно, а это было недавно, там происходило это, где соседи сдавали своих соседей евреев, и те шли на Бабий Яр в колонии. Это было происходило вот совсем недавно. Если я пошел в школу в 61-м году, извините, в 45-м был совсем недавно. Прошло совсем немного времени. А сдавали и те, и те, и обогащались на освободившихся жилых площадях и так далее. Но разве это было только в Украине? Нет, я говорю про мои ощущения того, что не было это. Это уже перешло какую-то границу и освободилось. То есть я не помнил о том, что вот Мирон там, Цукерман, который рядом со мной жил, они не помнили тех моментов, когда их сосед Миколенко сдал их родственников, и мне нужно прийти к ним и поджечь их дом. Не было этого. А может быть, вот это и ответ на ваш вопрос, который прозвучал вначале? Вот я про это. Что не, да? А потом вынуждены были вот, ну как бы, ну ничего, но что делать? Ну так всегда жили мы. Всегда терпели. После погромов, да, приходили. Ну ты прости меня. Да, как-то. Ну так, ну вот, ну дьявол попутал. А может быть, не надо было прощать? А были семь... Нет, надо. Всегда прощать? Надо. А если зло, всегда прощать зло, а видеть, что нет противления? Станет идеальным злом. Не знаю. Ну его будет много. Его будет много, не знаю, не знаю. Ну а как убить, не убить убийцу, да, этот вопрос всегда. И что делать с педофилами? Этот вопрос, ну вот первое, что возникает, да, конечно, да, безусловно. Ну это ж только безответственные люди могут рассуждать о том, что... Но первая эмоция приходит. На насилию не должно быть сопротивления, да, злом или злу насилием, наоборот. Это все одно и то же. Ну вот видите, мы приходим к тем вопросам, на которых опять не можем ответить. Почему? Я могу. Да. Я считаю, конечно, я считаю, что злу нужно сопротивляться, нужно его останавливать, потому что иначе зло... А это же очевидно. Даже если обратиться к Священному Писанию, то есть... Ну хорошо, хорошо, это такое предание. Есть архангел, его низвергли, его победили, да, он был что? Он был сражен в сражении. Сражение – это борьба. Борьба, да. Он был сражен, он был низвергнут, и все. Добра и злова, да. В противном случае надо поднять руки, лечь и так далее. Подставить право еще. Для евреев, мне кажется, совершенно естественным было их поведение, и оно было определено эволюцией этого народа. Они всегда были в меньшинстве, и они понимали, что выжить в том или ином обществе они могут, либо мимикрируя, либо подчиняясь, либо подстраиваясь, либо покупая, либо делая все, что угодно, либо уезжая, переселяясь в то место, где чуть-чуть по... Я ни в коем случае сейчас не ищу оправдания тому, что не может быть оправдано с нравственной точки зрения. Всякому преступлению, лукавству должен быть дана оценка. Но я понимаю, почему евреи не восставали. Почему они не восставали? Хотя в гетто были восстания. В некоторых в гетто были восстания. В Польше, да, да. Они были... Ну, чем они закончились? Они закончились тотальным уничтожением. А вот вопрос, а быть жертвой или умереть в борьбе, это все-таки умереть в борьбе, наверное? Я думаю, что жертва – это понятие безответственное. Вот Христос – жертва, единственная жертва, которая или который пошел, неся ответственность за все. Его жертва была актом реализации этой ответственности. Абсолютно. А когда человек становится жертвой, исходя из логики, да пусть меня убьет, но только не вот это, да ради Бога, да не хочу я напрягаться. Ну, тут тоже спорный вопрос, потому что государство Израиль уже в 50-46, по-моему, первый раз защитило себя и дальше, дальше было, оказывается, способен еврейский народ защищать себя. При всей той эволюции, о которой вы сейчас говорите. Только единственно потому, что нашлись люди, которые посмотрели на 2000 лет политики, которые посмотрели на 2000 лет уничтожения. Это фактовая вещь еврейского народа. Абсолютно. Как бы кто-то не относился к евреям. Другой вопрос. Фактово. Посмотрели, сказать, да в конце концов, ну, можно им создать какое-то подобие государства. Но опять же мы, как мне кажется, сталкиваемся с ситуацией, что для евреев хорошо, то для палестинцев плохо. Совершенно наоборот. И будем искать. Кто-то скажет, подождите, они же пришли на свои земли. А кто-то говорит, подождите, мы же здесь 2000 лет жили, этому конца нет. Нет, нет. Я просто возвращаюсь к Украине. Да, да. Не было. И вот проявление. У меня были семьи, например, моих знакомых, которые папа разговаривал исключительно на украинском языке, мама разговаривала на русском, ребенок разговаривал и на русском, и на украинском, когда общался с папой и с мамой. Но ни конфликта национального нет. Я учился в двух школах, вот в 48-й, в 69-й школе. Вообще не ощущалось, даже в драке, скажем, когда ты мальчишкой дрался с другими мальчишками, ну вот чтобы ты там жид там, или ты там... Хохол. Хохол, или ты там... Кацап. Да, Кацап. Нет, вот со мной такого не происходило никогда. Вот как вы думаете, я понимаю, что я сейчас задаю вопрос ни политологу, ни политику, может быть, даже не в каком-то официальном смысле историку, вы историк, потому что я понимаю, я это вижу, вы много читаете, но формально у вас нет специализации, да, историка. Я это понимаю. Но и тем не менее, вот ваше личное мнение, может быть, интуитивное, вот как могло случиться, что часть Российской империи, вековая, потом Республика Советского Союза, которая была покрыта областными управлениями Комитета госбезопасности. Покрыта, то есть она была интегрированной частью в каждом... Как могло случиться, что дошли до жизни такое, что страну, которая была геополитически невероятно важна, просто стратегически важна для Российской Федерации, мы превратили в собственного врага на десятилетия или больше? Ну, на десятилетия. Я думаю, что на десятилетия. Я глубоко убежден, что эта подрывная работа шла очень долгие годы, и инициаторами этой все-таки являлись... Ну, вот то, что я вчера читал Пушкина, это и ненавидите вы нас. Вот этот вопрос. И ненавидите вы нас. А что мы такие вот белые, пушистые... Нет, нет, мы просто имеем право... Такие мы вот замечтались романтически... И неправда. И сидели... Нет. А не работали, а чем мы занимались? Ну, мы и Россия. Это империи, которые... Это империи, которые друг с другом никогда не дружили и никогда и всегда ненавидели... Правильно. А чем Россия занималась, когда вот эта ненавидящая Россия... Не знаю. Чем? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Она была уверена в своей силе, она всегда была самодостаточной и всегда защищалась свои интересы. Старалась защищать свои интересы. Но это до, скажем, до 17-го. Какой там до 17-го? Там уже разрушительная все время шла борьба. Все время. Либо... Не знаю. Не пришло вовремя понимание... Не пришло. Вовремя понимание, что потемкинские деревни в определенный период можно было строить, а в другой уже как бы нельзя. Не было. По потемкинских деревень-то и не было. Я глубоко убежден, что да, может быть, какой-то фасад был. И да, да, вполне возможно. Немного... В незначительной части. Но само путешествие Екатерины в Одессу и в Николаев, и через Киев, и через вот это все шествие, это Клеопатра, которая... Это фантастическая история, на самом деле красивая, необыкновенно красивая, за которую я испытываю гордость. Екатерина русская по сути своей, хотя она София, русская и... Как вы думаете? Не знаю. Как вы думаете? Вот вы, вы когда думаете? Понятно, любой нормальный человек, ну, мне кажется, он живет идей, или мечтает, или молится о том, чтобы завтра, или уже сегодня, вот это все прекратилось в Украине. Мне так кажется. Александр, я думаю, что в момент, когда до 24-го перешли границу войска, 80%, наверное, населения Украины, которые были весьма лояльны по отношению к России, они пошли добровольцами защищать. Вот это было... А мы, с другой стороны, не могли не сделать этого акта по причине того, что поставили ультиматум нейтрального статуса. Нейтральный статус. Все просто. Выполняете. Вы подписали, оказывается, Минские договоренности. Вы подписали 14-го... В 14-м году соглашение, что власть останется и будут перевыборы. Да, да, да. Это ясно. Вот я просто вам... Но русским говорят так. А это другое. Нет. Так это другое. Это другое. Извините, британцы. Это другое. Это те самые англосакс... Хотя англосакс... Все-таки саксы. Британский мир... Британский мир. А мы не можем забывать, что Елизавета на денежных знаках в Канаде и в Австралии и в многих других странах... В Новой Зеландии. Вместе с Киеви сохраняется этот британский мир. Слава богу, что из этого британского мира выпала Индия, которая воевала и в Первой, и во Второй мировой войне. И весьма... Доля их жертв была колоссальна. При этом, при всем. При том, что они чувствовали себя частью этой империи. Ладно, не об этом. Нет, я согласен абсолютно. И когда вы говорите, слава богу, вы говорите, как русский человек. Это понятно. А как англичанин. Англичанин говорит, о, слава богу, и отлично, мы расширяемся, мы расисты. Потому что, опять же, мы возвращаемся к закону о том, что у каждого своя правда. Что для немца смерть, для русского хорошо. Или что для русского хорошо, для немца смерть. Эта фраза весьма спорная, потому что немцы, живущие в России, очень... Арусофобились. Да, нет, нет, это верно. Это правда. Это так. Но для меня всегда, всегда есть только один вопрос. Мне понятно. Англосаксонский мир, свои интересы, антагонизм, борьба и так далее. Я думаю, что русскому человеку должно быть так обидно, так обидно. Вот я конкретно, контекстно с Украиной, так обидно, что произошло то, что произошло. А я видел политтехнологов продажных, которые ездили и участвовали в выборах в Молдавии, в Кишиневе, в Украине, многие годы, пытаясь таким образом, наше российское влияние, ну, российское влияние поддерживает. Я знаю этих людей, я видел. Там клеймания где ставят. Понимаете, я не очень человек информированный, даже совсем не информированный, но, к сожалению, генерально, мы получаем то, что есть следствие вот такого отношения к этому серьезному вопросу. Вы знаете, мы в России ведь не было таких прецедентов, мы на площадях не прыгали и не кричали украинцы на елякку. Нет, 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 нет. Это следствие... Кто не прыгает, тот украинец. Они же, понимаете, если бы в России была такая пропаганда, как в Украине, русские бы тоже прыгали. Хотя это тоже, да. Если бы была, нельзя было допустить, чтобы эта пропаганда была. Вот в чем проблема, что десятилетиями им внушали со страниц учебников школьных... Это не после 91-го года. Это было... Я имею в виду вот эту подрывную работу. То есть, ну, вот до 61-го, до 60... Конец 50-х годов еще я уже был на белом свете. Лесные братья, они оставались в лесу. Они еще сопротивлялись. Это еще было... А кто их финансировал? Понятно. Вот и ответ. Понятно. Понятно. Кто... И они же без финансирования не могли бы существовать. Игорь Олегович Горбачев вам это имя известно? Да, безусловно. Это мой педагог. Для зрителей хочу сказать, что это, во-первых, народный артист СССР. Если зрители захотят в Гугле набрать это имя в поисковой системе, они увидят фотографии очень узнаваемого, увидят узнаваемое лицо, артист очень активно снимался. Великий Хлестаков. Да, да, да. Вот Игорь Олегович, он же был ректором вуза художества. Нет. Нет? Нет. Он был педагогом, который очень редко... Просто педагогом? Да. А вот не мешала и педагогическая работа? Очень мешала. Вот. Очень мешала. Вернее, педагогической работе мешало все остальное, что он депутат и лауреат Ленинской премии и так далее. То есть он практически не занимался. Ну да. У нас на втором курсе, когда ему очередное какое-то звание или еще что-то, какой-то орден дали, мы его поздравляли, когда... Это было чудовищно. Открывался занавес и стоял гроб, и мы его провожали из нашего курса. Представляете, как едино мысли было на курсе, чтобы представить такое к сидящему педагогу в зале, смотрящему на сцену, что гроб и его провожаем мы навсегда больше никогда с ним не встретимся. Это было чудовищно. Это я сейчас понимаю. Но тогда это вот эта эмоция, что нам не хватает. Папа, вернись в семью. Пожалуйста, нам тебя не хватает. Мы твои дети, мы твоя ответственность. Вот этот крик хотели донести до его сознания с тем, чтобы он больше нам уделял времени. Но он был такой легкомысленный, как тот Хлистаков, которого он гениально воплотил. Просто гениально. Вот эта вот легкость его, полетность его, без какой-то опоры. Он порхающий человек. Порхающий, легко. Но все же, но все же, вот что-то есть, я сейчас в мастерстве. Вот есть что-то, что несмотря на вот эту эпизодичность, отсутствие на занятиях, подмены, наверное, какие-то, да? Вот есть все-таки что-то, что вы как бы взяли от него, как от педагога. Или трудно сказать? Очень трудно сказать. Очень трудно. Очень трудно. Я считаю своим педагогом и своим мастером и тот человек, который дал мне вообще понимание профессора, Юрия Ивановича Еремина, который руководил театром юного зрителя, а потом театром драмы. И сейчас он работает в Моссовет. Вот удивительная вещь, но мы с ним так после приезда моего в Москву так и не пересеклись ни разу. Ну вот так получилось. Это вот тоже какие-то непонятные законы жизни. И теперь я думаю, а как вот, а как эта встреча может произойти, а как я к нему подойду, а его отношение к этой встрече, и всегда режиссер думает, а какая причина? Человек властный, владеющий, да? То есть, когда ему отведена власть, сразу думает, а какую цель преследует тот человек, который с ним встречается. Да, понятно. Ну, это ужасно. У меня несколько коротких буквальных вопросов. Я хочу вас процитировать. Как сказал Высоцкий, правильные книжки нужно читать. Нужные книжки. Здесь... Ну, я понимаю, это я ошибся. Я верные книжки в детстве считал. Когда ты читаешь верные книжки и своим детям их даешь, тогда ты вырастаешь с правильной позицией жизни. Не только к тому, что происходит в стране, но и по отношению к своему близкому. Как красиво я сказал. Тогда все правильно в твоей жизни. Ну, понятно. Можем бы сказать, а что вы читали? Или, а что вы рекомендуете прочесть? Это такая вещь. Дети ваши вообще читают? Если читают, то что? Старше нет. А младше читает, 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 читает. Так как же вот вы говорите о том, что не читать, а сын не читает? Вы знаете, я ему подкладываю, я ему подпихиваю, я ему открываю, я ему читал, пытался не воспринимать. Это другой, это абсолютно другой человек, уже сложившийся при рождении. Знаете, я цитирую одну историю. Очень часто, когда говорю, вспоминаю, была семья в Штатах, у которых был идеальный ребенок. И все приходили к ним и спрашивали, как вы его воспитываете? Расскажите. Какая у вас какая-то методика есть? Какое-то понимание воспитания? И они делились, они начинали поучать, как нужно это делать. У них родился второй ребенок, и все перевернулось. Они не знают, как с ним справиться. Ребенок — это уже человек, это уже сложившийся человек. Вы можете его ломать под себя, как угодно, если он не захочет, он не поломается. Я... Так случилось в моей жизни, что в шестом классе я открыл для себя Вальтера Скотта, и все его 45 томов, понимаете, я прочел. И это, безусловно, неимоверно повлияло на меня, как на личность, которую... Я вот это романтическое отношение к женщине, а... благородное отношение к противнику, к человеку, с тем, с кем ты находишься в общении, и к врагу в том числе. Да, я понимаю. В том числе. Да, я понимаю. И вот этот кодекс рыцарства, который как-то он так вот в мой организм проник, и он оставался, и я думаю, что он остается и сейчас. Если бы человек имел возможность приехать в Москву и посмотреть одну, ну, может быть, две театральные работы вот в Москве, вот есть что-то, что вы могли порекомендовать? Вот только одну или две. Вот обязательно постарайтесь посмотреть это, пойти вот туда. А нет. А нет. Вы не можете порекомендовать? Я не могу порекомендовать. Это все настолько... Все спорно очень. Хорошо. Хорошо. Вы знаете, вот когда случилось в моей жизни с Филатовым Леней, вот он пригласил меня, и получилось счастье. Я посмотрел спектакли, которые вот тоже перевернули во мне вообще понимание театра. Я посмотрел «Три сестры» на Таганке. Это был великий спектакль. О нем мало вспоминают, но это был действительно... Я сейчас разговариваю с теми, тех же таганковских актеров, которые работали тогда и работают до сих пор. И они тоже начинают вспоминать это с восторгом. Это действительно был великий спектакль. Я мог сравнивать, скажем, с мхатовским спектаклем, где играли звезды-звезды. Это было неимоверно. И Смоктуновский, и Евстигнеев. Это был неимоверно скучный спектакль. Все равно мы же зрители. Какое кино вам нравится? Какие книги вам нравятся? Какие... Мы так или иначе друг друга узнаем через наше подобие, восприятие тех или иных произведений. Какие картины вам нравятся? Какое вино вам нравится? И так или иначе мы принюхиваемся друг к другу и понимаем, вы человек вот того выбора, который мне симпатичен, да? А это нет. Да, я помню. Вот эти спектакли я не могу. Вот не могу. Игорь Митчин, хорошо. Но вы-то заняты в большом количестве театральных постанов. Ну, в достаточно большом. В большом. Больше нельзя. Вот. Тогда такой вопрос. Если мы говорим о том, что человек может посмотреть лишь одну театральную работу с вашим участием. Одну. То какое? Я необыкновенно люблю. Она создавалась, вот так по кирпичику выстраивалась. И есть два исполнителя сейчас, Башкатов и Антон Богданов, который играет Шарикова. Я бы советовал, но мы в Москве очень редко играем этот спектакль «Собачье сердце». Я покорен этим произведением. Профессор Преображенский, это ваша штука. Конечно. Просто красота неимоверная русского языка, которую ты передаешь зрителю, зритель, вот огромный зал, который замолкает, и он даже не слушает, он просто впитывает через клетки русский язык, которого по нынешнему времени, если были там Миндадзе, которая профессия кинодраматург, который сейчас, или там Володарский, сейчас в этой профессии есть сценаристы, и при том очень низкого уровня. Все немного... А вот интересно, у нас же есть стереотипическое представление. Вот есть Евстигнеев, да, телевизионное решение, так и так далее. Ну, его образ вот соткан, так построен, да? А когда вы с этим материалом работаете, вы учитываете, что придет зритель, у которого есть стереотип? Я всегда этот задаю вопрос, не себе, хотя он и мне интересен. Зритель отвечает, ровно через 4 минуты забывает. Абсолютно освобождается от этого стереотипа и воспринимается то, что он видит, то, что он воспринимает. Человеку вообще... Это очень дорого. Да, я понимаю, да, конечно, я понимаю, я понимаю, потому что Евстигнеев, эта история такая... Сам персонаж-то совсем не симпатичный. Но... У Евстигнеева симпатичный. А у Булгакова не симпатичный. Не симпатичный. Совсем не симпатичный, да. Но у меня получается симпатичный тоже. Человеку вообще трудно себя оценить. Трудно. А для развития это важно очень, себя оценить. Ну, не только находить в себе какие-то несовершенства, но и, безусловно, и достоинства тоже видеть, понимать. Вот здесь нужно как бы получается, нужно это развивать, а это совсем так плохо, надо как-то от этого избавиться. Попросил Бова, попробовать, подумать, если это возможно сказать, о своих трех главных несовершенствах, которые вы в себе находите, ощущаете, считаете таковыми. Лень. Лень. Ну, с другой стороны, а как не лениться, когда ты работаешь, работаешь, и у тебя где-то надо восполнять, но лень мешает, ужасно. Я прихожу в библиотеку, свою библиотеку, я говорю, Господи, сколько я не прочел за свою жизнь, и, наверное, уже никогда не прочту. Меня сейчас спасают аудиокниги, которые я постоянно, они у меня в ушах, и в хорошем исполнении я вот сейчас перечитал, я говорю, перечитал, хотя это аудиокнига, игрок, и я в таком восторге от... У Достоевского совершенно разный язык в разных произведениях. Величие Достоевского невозможно... он просто несравним. Толстой которого тоже, язык его, и вообще, что это было? Что это было 19 век, конец 20 века? Что это произошло? И Чехов, и Бунин, и Бунин какой, какой Булгаков, какой... Что это? Какое это проявление? Я не говорю на нации, потому что мы говорим о русских, которые и немцы, и для меня это так, и французы, которые служат на... государственное... Ну, которые живут в этой сложной ткани, которая переплетается, которая называется Россией. Ну, вот что это было? Какой французский язык замечательный у Достоевского в «Игроке». Удивительно. Вот я сказал про свою лень. А может быть, еще что-нибудь? Естественно, вот я могу сказать, раздражительность. Это через... передано от отца, благоприобретен, то есть, ну, от отца. Но, с другой стороны, моя эмоциональность, которой я не совсем умею управлять, хотя меня очень трудно, как это, достать. Понимаете? Вот достать. Не надо доставать, потому что дальше идет перехлест эмоциональный. И так как я профессионал, считаю себя весьма профессиональным в единоборствах, то могу причинить определенные травмы. Потому что я знаю, человеческая жизнь, она способна сопротивляться очень долго. И убить человека сложно. И в то же время жизнь человеческая настолько хрупкая, и так легко его убить. Если сказать о достоинствах, хотя бы о двух... Я еще просто... Да, да. Просто когда жена говорит, ты такой... А с другой стороны, моя профессия предполагает, что я должен быть легко возбудим, или... А как эту возбудимость потом тормозить? Я не знаю. Алкоголь, и кто-то находит в этом, кто-то в другом. Но я не знаю. Я могу ночами не спать, потому что я... Вот пробуксовывает. Какие-то шестеренки начинают пробуксовывать, потому что ты не можешь остановить свою эмоцию. Какие достоинства? Ну, не злобный я. Я не злобный. Я могу вспылить, но я потом каюсь. Каюсь и прошу прощения. И вообще просить прощения, это мой совет людям. Это так освобождает. Это освобождает от... Становится легко и просто. Если тебя тем более сказали, да проси ты. Прощаю, конечно, прощаю. И вот этот великий праздник всепрощения, когда ты просишь прощения, и тебе говорят, Господь простит, и я прощаю. Это... Ну, я не знаю. Это... Опасность выхолощения. Нет. Когда всегда прости, пожалуйста. Нет, это не просто так. И теряется ценность. Нет. Если ты это чувствуешь, ты прочувствуй это. Ты через сердце пропусти это. Ну, виноват я. Моя вина. Ну, я постараюсь к этому не возвращаться. Только в том случае, если я вина. Ну, если ты воспринимаешь мои поступки как обидные, то это уже моя вина. Я попрошу у тебя прощения за ту вину, которую ты определяешь, что я тебя обидел. А, Игорь Евгеньевич, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что нашли время и пришли. Дай Бог вам здоровья. У меня не было таких интервью, поверьте мне, и творческих успехов. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok